Знаток романтического триллера Книжный обзор самых известных книг Сандры Браун Многим читателям Соломбальской библиотеки очень нравятся романтические триллеры, особенно если в них присутствует какая-нибудь тайна. Они любят сюжеты с элементами детектива. Когда ты глотаешь страницу одну за другой, таращишь глаза от удивления и пытаешься предугадать сущность каждого нового героя истории. Не поймите нас неправильно, мы не имеем ничего против обычной романтической прозы или обычного триллера, но когда эти два жанра объединяются, то получается едва ли не лучшее, что есть в литературном мире. Почти как конфеты Феррер-Реше. Чрезвычайно вкусно и вызывает привыкание. И попробовав такую конфетку, уже очень трудно удержаться от еще одной. Не так ли? В рамках жанра романтического триллера выделяют несколько поджанров. От истории про плохих парней с пистолетами до психологических триллеров, чей сюжет остается с вами еще долго после того, как вы перевернули последнюю страницу. Иногда в них можно нарваться даже на нечто паранормальное. Романтические триллеры нередко ломают признанные каноны жанра и выходят далеко за их пределы. Но есть автор, которого считает одного из ведущих авторов в жанре криминального романа и триллера. Ее способность сочетать два популярных жанра – мелодраму и триллер – позволила ей стать основоположницей нового и популярного поджанра, известного как романтический триллер, где она, несомненно, остается одной из лучших – это Сандра Браун. Произведение Браун высоко ценится поклонниками и рецензентами за ее увлекательные и тревожные сюжеты, которые неизменно из раза в раз захватывают читателей своими ложными выводами и зловещими мотивами. В ее произведениях можно встретить подробные описания персонажей и непредсказуемые финалы. Несколько ее романов было экранизировано, но, вероятно, здесь еще все в будущем. Среди наград Сандры Браун преобладают награды от Ассоциаций деловых женщин и других общественных организаций, поскольку критики и рецензенты не очень жалуют популярных писателей литературными призами. «Шарада» – один из самых известных романов американской писательницы Сандры Браун. Одно из самых ярких произведений, а с другой – очень типичная для творчества этой писательницы, которая пишет бестселлеры. Сюжет романа очень прост. Звезда мыльных опер Кэт Деллани вынуждена сделать себе пересадку сердца. Эта операция спасает ей жизнь. Но после удачно проведенной операции, счастливая Кэт обнаруживает, что ее преследует некий убийца. Мотивом для убийства является новое сердце Кэт, которое ей досталось от другого человека, в которого был влюблен ее преследователь. У нее нет доступа информации о том, кто был реальным донором. И она перебирает имена трех возможных претендентов, как лотерею. Тревога героини – все возрастает, поскольку она к своему ужасу обнаруживает, что не может доверять своим друзьям и знакомым. В ее окружении нет человека, на которого она могла бы положиться. Наибольшее разочарование она испытывает от вспыхнувшего недоверия к новому любовнику, автору криминальных романов Алексу Пирсу, на которого также падает ее подозрение. Мир вокруг Кэт стремительно сжимается и приобретает мрачный оттенок. Она практически оказывается в руках красивого убийцы. Французский шок Пожалуй, из всего огромного творчества американский писательница Сандры Браун наиболее брауновским романом можно назвать книгу «Французский шок». Здесь писательница сумела добиться идеального слияния романтической истории и напряженного триллера. После убийства протестантского проповедника Джексона Уальда окружной прокурор Роберт Кэссиди начинает составлять список подозреваемых и понимает, что слишком многие хотели его смерти. Даже молодая жена Ариэль, у которой был роман с сыном убитого, становится одной из подозреваемых. Но спустя какое-то время поиски убийцы фокусируются на Клэр Лорен, который принадлежит компании «Французский шок», занимающейся отправкой белья по почте. Ведь именно Клэр была главной мишенью компании-проповедника. Но чем больше накаляется обстановка вокруг Клэр, тем все яснее прокурор начинает осознавать, что невольно влюбился. Он даже начинает подыскивать оправдания для подозреваемой, раскапывая факты из ее прошлой жизни. Роман «Французский шок» был столь популярен, что спустя два года после выхода книги он появился на экране. Главные роли в одноименном фильме Нойля Нозека сыграли Сьюзен Луччи и Ли Хорсли. Штопор. Рай Малет – пилот грузового самолета, который согласно контракту обязан летать в любую точку мира и в любую погоду. У Рая за плечами богатый опыт. Он был летчиком-истребителем в Афганистане и не раз был на волосок от смерти. А потом он делает свою работу еще более лихо, чем большинство его коллег. А работа на грузовом самолете – скука смертная. Поэтому Рай соглашается на очередное самоубийственное задание. Он поднимается в небо накануне Дня Благодарения. Большая часть страны покрыта густым туманом. Все крупные аэропорты закрыты, а все остальные пилоты предпочитают сидеть дома в кресле с чашкой чая у телевизора. На борту находится опечатанный груз, о котором известно только то, что его срочно ждут доктор и пациент. Но, как вы догадываетесь, дальше безумные гонки, красивые женщины, опасные типы и непредсказуемый пилот. Стремительный, хотя местами очень предсказуемый сюжет. Отличное средство расслабиться за книгой. Розы от Гиллера. Вся тщательно выстроенная жизнь Ренни Ньютон, опытного хирурга и достойной женщины, начинает рушиться с момента убийства ее друга. Полиция подозревает ее в сговоре с наемным убийцей. Знаменитым Лазадо, который преследует Ренни своим вниманием. Только Вик Трэджил, детектив из-за дела убийств, уверен, что она не виновата. Решив вызвать Лазадо ревность, он начинает ухаживать за красавицей-хирургом и неожиданно узнает о ее прошлом совершенно невероятные вещи. Алиби. Новый роман Сандры Браун. Это пронзительное повествование о страстном влечении двух зрелых людей друг к другу. Мастерски закрученный сюжет захватывает читателя с первых страниц. Помощник прокурора Хэммонд Кросс, ведя дело об убийстве финансового магната, находится в трудной ситуации. Женщина, в которую он с первого взгляда влюбился, оказывается главной подозреваемой. Смерть в ночном эфире. Перис Гибсон, который ведет развлекательную ночную передачу, звонит неизвестный и обвиняет ее в том, что она разрушила его с подружкой, и что семь лет назад она убила своего мужа. Он грозится убить свою девушку, потом покончит с Перис. Вместе с полицией делом занимается психолог Дин Меллой. Друг ее мужа, человек, которого она любила, и от которого скрывалась все эти годы, спокойная жизнь Перис превращается в кошмар. Стремительный сюжет неизвестной убийцы и стандартная героиня романов Сандры Браун. Сильной стороной триллеров американской писательницы является умение сочетать романтику и тревожное ожидание. Постоянная смена настроения чаще привлекает к чтению ее книг женскую аудиторию. Но писательница умеет настолько увлекательно рассказывать свои истории, что это невольно подкупает и мужскую половину. Особенно мужчинам нравится закрученный сюжет, неожиданные повороты, которого держат напряжение и внимание читателя до самого финала. Читайте книги Сандры Браун. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ